Дисклеймер. Это вторая часть видео про второй ютонский бой. Это альтернативно-исторический сценарий, который не имеет никакого отношения к настоящему ютонскому сражению. Имейте это в виду. Италия планировала оставаться нейтралом в Первой мировой войне, однако что-то пошло не по плану. Италия поняла, что вскоре ее втянут в эту огромнейшую разборку. Тогда было принято решение построить новейшие линейные корабли, которые смогут обеспечить господство на Средиземном море. Изначальный план предусматривал строительство сверхлинкора, невероятных масштабов и невероятной огневой мощи. Однако экономия и желание получить большую гибкость на океанических просторах побудило Италию сократить планы и построить два более слабых корабля. Тем не менее, эти корабли были построены по самым новейшим технологиям. Корабли имели 406-мм артиллерию, максимально совершенную по своим характеристикам. Корабли были оснащены достаточно большим количеством вспомогательного вооружения, хотя и не таким большим, как могло бы быть. Многие проекты этих кораблей были отклонены ввиду невозможности их нормальной реализации. Поэтому на более поздних вариантах количество вспомогательных орудий было уменьшено, так как они создавали негативное отношение в развеске корабля. Итальянцы же хотели, как и всегда, получить идеальный с точки зрения баланса корабль. Это желание, возможно, является чем-то иногда даже вредным. Вспомогательная башня это 178 мм. Или даже меньше. Именно такие требования стояли перед разработчиками этого дизайна. Тем не менее, это должна быть именно башня кругового вращения, которая должна оказывать поддержку в задней плоскости. Корабль имеет две основных башни носовой части и одну вспомогательную. Очень жесткими были требования по радарам. Для того, чтобы использовать эту новейшую технологию, пришлось обратиться к немцам. Это, собственно, возможно, и определило сторону, на которой Италия принимает участие во Первой мировой войне. Немцы с радостью поделились секретными технологиями в обмен на участие итальянцев на своей стороне. Изначально Италия была против, однако даже сведения о том, что Италия ведет такие переговоры, побудили Викобританию объявить войну итальянцам. Точнее, начать угрожать. Война объявлена не была, однако Италия крепко усвоила урок, и корабли были заложены по максимуму с использованием именно немецких технологий. Первое время удавалось соблюдать нейтралитет. 1922 год. Корабли вошли в строй. Началось грандиозное ютонское сражение. Изначально оно началось со столкновения английских эсминцев и линейных крейсеров Хогзея флота. К сожалению для немцев, и к счастью для Великобритании, в тумане корабли сопровождения были потеряны. И быстрая атака эсминцев Хогзея флота, английского флота на линейные крейсеры Хогзея флота, уничтожила их. Немцы потеряли три крейсера, а британцы получили лишь два тяжелых повреждения. Эсминцы Хогзея флота не смогли нагнать корабли, и британцы ушли, потеряв всего лишь два эсминца, разменяв их на три линейных крейсера. Это тяжелейшая потеря. Поняв, что ситуация крайне плачевная, немцы решаются идти ва-банк. Начинается генеральное сражение, начинается второй ютон, огромные флоты скапливаются. На помощь немцам отправляется итальянцы, а на помощь англичанам испанцы. Италия перехватывает линейные крейсера Испанской империи. Испанская империя лишь недавно наступила войну именно на стороне англичан. Их корабли достаточно устарели, однако их достаточно много. Испанская империя заказала постройку нескольких крупных линкоров буквально незадолго перед Первой мировой. Впоследствии эти линкоры, которые изначально планировались как броненосцы, были переделаны в настоящие дредноуты. Заказ был долгий, и именно сейчас эти корабли вступили в строй. Британцы активно помогали испанцам. Испанцы не такие богатые, конечно же, поэтому корабли получились весьма устаревшими, хотя они свежие. Это новейшие корабли, но, к сожалению, их технологии крайне ненадежные, крайне отстали. Итальянский же флот обладает двумя очень серьезными кораблями. С новейшими радарами, системами управления огнем и отличнейшим вооружением. 203-мм башня вспомогательного калибра, 178-мм пушки, основные ужасающие 4-6-мм орудия. И даже небольшое количество башен 50-го калибра. Естественно, имеется ввиду калибр 50 мм. Имея тотальнейшее преимущество в дальнобойности и главной точности стрельбы, итальянский линкор начинает стрелять с максимальной дистанции. На этой дистанции испанцы не могут даже пристреливаться, ввиду отсутствия каких-либо радарных установок или даже гидросамолетов для обнаружения. Итальянцы идут курсом на перерез. Броня итальянских кораблей позволяет выдерживать серьезнейшие калибры. А по данным разведки, у испанцев не встречается линкоров с калибром больше 330 мм. Эти попадания итальянские линкоры должны выдержать. Вражеское соединение насчитывает, судя по всему, 3 линейных корабля. И все 3 линейных корабля должны быть уничтожены. Если эти 3 линейных корабля подойдут британцам на помощь, то объединившись с британским флотом, это будет уже настоящая угроза для как Хогзея флота, так и небольшого итальянского флота. Эти 3 корабля еще больше усугубят перевес. Поэтому они должны быть уничтожены до объединения с британцами. Залпы итальянских кораблей уже накрывают противника. И пока безответно. Снаряды ложатся достаточно близко для такой дистанции. У кораблей очень странное расположение орудий. В целом это невероятно странные корабли. И очевидно, что их достраивали крайне в спешке. В одном из кораблей, очевидно, должна была быть 3 башня главного калибра. Но ее зачем-то заменили на вспомогательную. Вероятно, денег на третью башню просто не хватило. Первые пожары вспыхивают на флагманском корабле. Это самый совершенный из тройки. У него 3-4 полноценных башни. И есть вспомогательные башни неплохого калибра. Потенциально этот корабль, добравшись до ближнего боя, может просто осыпать итальянские линкоры снарядами, тем самым выжгив все, что есть на палубах. Итальянские комендеры заканчивают идентификацию кораблей. Скоро станет понятно, какие именно из кораблей испанского флота стоят перед нами. Очевидно, что противник все еще не может стрелять. И вероятнее всего, сведения разведки оказались верны. И ничего больше, чем 330 мм на этих кораблях нет. Это, естественно, радует. Уже потихоньку наводится 203 мм вспомогательная башня. Только она откроет огонь, у противника появляется проблема. 203 мм, конечно же, недостаточно для уничтожения линкора. Однако противник начал вести ответный огонь. Вероятно, он очень неточный. Но, тем не менее, огонь уже ведется. Первые пристрелочные пошли. 203 мм башня сможет серьезно уничтожить различного рода устройства на самом корабле. Возможно, повредить наводительные башни или же пробить палубу на приличных дистанциях. Тем не менее, естественно, основная ставка это 406 мм орудие. Противник продолжает вести огонь. Кажется, пока повреждения, получаемые испанцами, не серьезные. Это достаточно печально для итальянских командоров. Основная ставка это дальний бой. А пока его результативность не такая высокая, как надеялись. Кажется, новейшие радары себя не очень-то и оправдывают. При этом противник начинает уже попадать. Но тут следует отличнейшее накрытие. Судя по докладам, сразу три пробития вражеской палубы. Это очень неплохо. Противник начинает отворачивать. Идет ответный залп. Снаряды приближаются. И это перелет. Корабли продолжают сближение. У противника, очевидно, есть эсминцы и легкие крейсера. И это опасно. Противотропедное вооружение на итальянских кораблях не такое сильное, как хотелось бы. Да и сами миноносы топить, в общем-то, нечем. Потому что вспомогательный калибр, хоть и есть, и хоть он достаточно серьезен, но его маловато для уничтожения эсминцев. Корабли заканчивают идентификацию. Уже скоро станет понятно, что именно ведет огонь по итальянским кораблям. Тем не менее, пока ситуация не такая радужная, как хотелось бы. Вражеский корабль получил повреждение. Это да. Но повреждение получили итальянские корабли, хоть и не такие серьезные. Тем временем, изначально итальянцы рассчитывали на куда как более успешный разгром на дальней дистанции. Все-таки, настолько технологии не дают преимущества. Противник продолжает отстрел. И пока это все еще перелеты. Но, похоже, он пристреливается. И уже вскоре попадание начнет ложиться в бронепояс. К счастью, скорее всего, бронепояс пробить противнику все-таки не получится. Итак, мы видим линкор Америка. В целом, корабль выглядит весьма устрашающе. Его основной калибр все-таки может в теории пробить основной бронепояс. 356 мм. Разведка все-таки соврала. Это серьезнейший калибр. Это проблема. Его должно быть достаточно для уничтожения. И что за третий корабль, все еще непонятно. Кажется, испанцы всех обманули. Крессера заложены якобы с 630-мм артиллерией. Оказались куда как более боеспособны. Это, конечно же, не может не огорчать. Однако, ситуация в конечном счете не слишком меняется. Преимущество итальянских кораблей все еще подавляет. 406 мм. Это куда как более мощное орудие. Фактически, сейчас ситуация идет к следующему. В ближней дистанции 356-мм орудия все-таки смогут пробить нас. Однако, 406 мм смогут нанести ужасный урон. И кажется, он получает этот урон. Корабль Америка теряет башню. Пожар в погребах. Боже мой, это катастрофа. Это просто ужасающий урон. После такого корабль, скорее всего, затонет. Хотя, судя по активному развороту и продолжению ведения огня, испанцы вложились неплохо в защиту. Корабль держится. Да, он потерял башню. На нем произошел катастрофический взрыв. Потери среди экипажа просто огромны. Тем не менее, корабль продолжает быть на плаву. Они потеряли капитана. Судя по тому, как накренилась башня. Попадание или сам взрыв просто повредило основную рубку. Но, тем не менее, противник продолжает ведение огня. Это поистине достойно уважения. Вода, судя по тому, как перестал подружаться вражеский корабль, перестала поступать. Кажется, система борьбы за живучесть на вражеском корабле отличная. Америка отворачивает в сторону. Кажется, он попытается уйти. В это время его помощники, его сопровождающие корабли прорываются вперед. Они все еще пытаются сократить дистанцию. И это понятно. Еще одно попадание с серьезным пробитием по Америке. Но корабль все еще живет. Кажется, было пробитие ниже ватерлинии. И не одно. Корабль начинает набирать снова воду. Но система борьбы за живучесть и в этот раз справляются. Итальянская дивизия начинает приближаться все ближе. Дивизион кораблей. Два корабля. В любом случае, ситуация не такая хорошая, как хотелось бы. Хотя противник уже получил серьезный урон. Итальянцы отделались лишь легкими повреждениями. Скорее всего, Америка долго не выдержит под обстрелом. И фактически уже сейчас она перестает представлять из себя хоть какую-то... Перестает представлять из себя хоть какую-то серьезную силу. И кажется, все-таки воды будет слишком много. И Америка начнет тонуть окончательно. И да, флагман тонет. Тем не менее, флагманский корабль итальянского флота получил множественные пожары. Получил повреждения основной башни. Кажется, это проблема. Также получили повреждения рули. Учитывая, что противник сближается эсминцами, это проблема. Комендеры доложили, что противник совершил пуск торпед. Это ужасно. Учитывая, что руль поврежден, кажется, все-таки итальянским кораблям придется получить торпеды. Огонь вспомогательных батарей переключается на эсминцы. Эсминцы должны быть уничтожены, прежде чем ситуация станет критической. Капитан корабля решает снизить ход и дать максимально возможный поворот. В надежде уйти от торпед. Торпеды должны скоро показаться. И вот они уже в видимости. Мы видим следы. Следы от торпед. И кажется, уйти, скорее всего, просто не получится. Широчайший веер идет в сторону нашего флагмана. Итальянские моряки готовятся к попаданию. Похоже, это будет весьма жестокий удар. Тем не менее, эсминец тонет. Вспомогательное вооружение отлично справляется с ним куда быстрее, чем рассчитывалось. Так. Торпеда. Первое попадание торпедой. Второе попадание. Третье попадание. Три торпеды. Это много. Торпедная защита флагмана не рассчитана на такие повреждения. Хотя корабль все еще стоит. Кажется, запас прочности, который был заложен в эти корабли, куда выше, чем ожидалось. У противника все еще есть линкор и один линейный крейсер. Эсминец противника, кажется, сейчас будет уничтожен. Все-таки, вспомогательное вооружение отлично себя показало. 203-мм пушки просто изрешетили вражеский корабль. Но нет худа без добра. Хоть противник и уничтожен, тем не менее, для противника. Счастье в том, что торпеды уже вышли. И кажется, второй корабль Италии получит повреждения. Торпедные многочисленные попадания, даже если они уничтожат корабли, означают, что итальянцы просто не успеют к главному ютландскому сражению. Они не успеют прийти на помощь немцам, что может оказаться реально критическим моментом. Мы видим, как противник теряет еще один эсминец. Ситуация для испанцев становится все более и более критичной. Мы видим, как второй линкор гибнет. И это победа. Ушеледшие корабли уже не смогут представлять угрозы. Ну что ж, на этом все. До встречи в третьей части видео. Всем спасибо за просмотр. Огромное спасибо тем, кто поддерживает меня в денежном плане. Все мои патроны, донатеры перечисляются в титрах после боя. Что ж, ребят, я надеюсь, что вам было интересно. Я очень много вкладываю силы и энергии именно в эти ролики. Большое вам спасибо. До встречи в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok